Всем привет! Сегодня шьем наши трусики. Вот мой икрой, это ластовица и ее две детали. Начинаем пришивать ластовицу с любой детали. Мы будем с задней. Вот серединка задней половинки и серединка ластовицы. Накладываем лицевыми сторонами внутрь и скалываем, уравнивая срезы. Так, берем вторую, вторую ластовицу и аналогично прикалываем ее лицевой стороной уже теперь к изнанке вот таким же способом. Тут еще можно еще пару иголочек вставить, чтобы не съехало. Все, будем притачивать на машине зигзагом. Посмотрите, какой зигзаг. Зигзаг делаем мелкий, один на два миллиметра. Я специально взяла такую тряпочку, чтобы вам показать черную. Вот такой он получается и он, смотрите, он эластичный. У кого заедает машина трикотаж, то можно вот так вот начать с тряпочки трикотажной и потом переходить уже непосредственно на изделие. Все, стачиваем три детали. Вот тут, смотрите, чтобы не образовывалось складок. Все расправляем. Так, стачали. Вот так у нас получилось. Это можно отрезать. Вот, смотрите, как у меня получилось. Все, я ее подутюжила немножечко. Теперь, смотрите, вот эти вот края, уголки надо подрезать. Я для этого и не на верлоке стачивала, чтобы потоньше был вот этот вот шов. На верлоке он получается толще. Все, теперь мы начинаем пришивать переднюю часть. Смотрите, совмещайте лицевую сторону, а то можно перепутать. Складываем лицо к лицу и скалываем. Так, теперь вот этой вот ластовицей мы как бы оборачиваем вокруг всего нашего изделия. И вот с этой стороны прикалываем ее снова. Вот так у нас получается. И стачиваем, опять же, на зигзаге. Также нужно будет подрезать вот эти припуски, чтобы было поменьше там толщины, когда мы будем пришивать резинку. Ну все. Теперь нужно нам измерить вот эту вот часть и умножить ее на коэффициент 0,9. Резиночка будет меньше на 10%. Примерно вот на столечко. Вот так. Сейчас мы ее, чтобы приколоть, найдем серединку вот этого нашего отрезка, что ли. Вот так, да. Чтобы нам равномерно потом распределить нашу резинку. Ну и, конечно же, с другой стороны тоже нужно это место найти и пометить его. Теперь берем нашу резинку, тоже ее сворачиваем пополам. Приходим ее в серединку. Все. И прикалываем именно в этом месте. И здесь край тоже прикалываем к срезу. Немножечко делаем, ну как бы побольше резинку, сдвигаем, да, чтобы она у нас не съехала потом. Прикалываем. И с другой стороны точно так же. Можно еще между ними приколоть, чтобы удобнее было все это стачивать потом. Эти трусики можно жить на зигзаге, но я буду делать на верлоке. Я работаю пока без ножа. Нож я убрала. Упустила его, чтобы не порезать резинку. Все. Закладываем и начинаем ее притачивать. Смотрите, растягиваем резиночку, складываем ее прямо в край, в край. И вот таким образом ее притачиваем на верлоку. Нож не работает, видите, да? Вот так у нас получилось. Теперь мы берем другой зигзаг, большой, широкий, так скажем. Будем им притачивать. Вот такой он должен. Это примерно 4-5 мм в ширину и 2 мм в длину. Вот так вот заворачиваем нашу резинку. И по краешку, не растягивая, а просто расправляя вот эту кулирочку, наши трусики, притачиваем резиночку зигзагом. Смотрите, как получается хорошо. Вот мы притачали обе наши резиночки. Теперь нам нужно сшить один единственный боковой шов, любой. Вот здесь нужно аккуратно совместить, хорошенечко сколоть, чтобы у нас там не съехало ничего, и чтобы у нас был ровный переход. Скалываем с другой стороны. Стачивать буду на оверлоке. Теперь уже у меня нож работает. Я его включила. Все лишнее я сейчас срежу. И чтобы иголка не попала под нож, ее лучше, конечно, вытащить. Стачиваем. Вот смотрите, вот так должно ровно получиться вот этот переход. Все, сейчас я завязываю узелок и спрячу наши ниточки, чтобы они потом не обремкались, и где не вылезли. Как обычно, большой иглой. Вставляю и прячу в шов. Все, затягиваем. Все, у нас чистенький получается край. Все, аккуратненько. Это мы заутюжим потом еще. И сейчас нам нужно измерить верхнюю часть. И тоже резиночку мы делаем с коэффициентом 0,9. Находим центр. И таким же способом, как мы делали на ножках, мы резинку будем притачивать. Тоже серединочку. Тоже прикалываем. Этот конец приколоть. Здесь можно еще раз расколоть, чтобы было наиболее равномерно притачивать ее. И с другой стороны так же. Все, притачиваем аналогично, как мы притачивали резиночку на ножках. Вот я так ее притачала. Она у нас уже почти готова. Все, нам осталось только стачать оставшийся боковой шов. Тоже очень аккуратно скалываем его. Совмещаем резиночки, чтобы они были ровненько. Все, видите, как я ее устачала? У меня все получается ровно. Сейчас я еще закреплю каждый шовчик мелким зигзагом на машинке, чтобы он никуда не отлетал, чтобы он был как бы прижат, так скажем. Вот, смотрите, те, которые у нас отходят шовчики, я их закрепила. И теперь они вот так удержатся. И уже никакие ниточки не вылезут. И резиночка тоже будет крепенько держаться. Это у нас будет довольно качественно. И смотрите, что у нас в концовке получилось. Наши трусики готовы. Здесь нужно будет приутюжить, потому что здесь толщина. Приутюжить. А так, в общем-то, вот они готовы. И смотрите, дальше будет выкройка. Выкройка вот в такой виде. PDF пока у меня выкройки нет. Я надеюсь, что вы сможете в ней разобраться. Спасибо за внимание.